Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова В 1910 году состоялась первая публичная радиопередача. В 2020 году исполняющим обязанности президента Абхазии назначен Валерий Бганба. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства Лев Кулешов, и советский и российский писатель, сценарист и драматург Аркадий Вайнер. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. За окном зима кружится, ночь волшебная идет, Небо звездами искрится, мы встречаем Новый Год. И горит огнями елка, мандарины конфетти, И звенят бокалы звонко, Дед Мороз уже в пути. Новый Год ждает целый год, Новый Год радость нам несет. Новый Год кружит хоромбот, Новый Год празднует народ. За окном поют метели, За окном поют ветра, Новый Год у самой двери Встретить нам пришла пора. Вся горит огнями елка, Значит, будут чудеса, И звенят бокалы звонко, С Новым Годом вас, друзья! Новый Год ждает целый год, Новый Год радость нам несет. Новый Год кружит хоромбот, Новый Год празднует народ. Новый Год Новый Год Новый Год Новый Год Радость нам несет, Новый Год кружит хоромбот, Новый Год празднует народ. Новый Год Продолжаем эфир регионального радио. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, в регионах страны проводится догазификация, то есть проведение газопровода до границы мильного участка без привлечения средств граждан. В Крачево-Черкесии эта работа проводится успешно и с опережением графика. Тема продолжит моя коллега Болду Байрамукова. В республиканском центре состоялось заседание представителей региональных министерств и ведомств, задействованных в проведении догазификации населенных пунктов в Крачево-Черкесии. Участники встречи подвели промежуточные итоги проведенной работы. По словам первого заместителя министра промышленности, энергетики и транспорта Рустама Иркенова, за отчетный период план по программе социальной газификации выполнен. Мы изначально формировали объем работы, это было весной 2021 года. У нас было понимание того, что мы должны отхватить 79 населенных пунктов ранее газифицированных и где-то около 2200 домовладений мы, наверное, сможем подключить, то есть довести газовую инфраструктуру. Почему такие цифры взяли? Мы провели, во-первых, обследование, увидели, сколько у нас населенных пунктов газифицированных, но где очень мало подключенных газоинфраструктур людей, это уже долго тянется, ввиду того, что, чего греха таить, это дорогостоящая услуга, скажем так, довести газ до дома. Это было 79 населенных пунктов, и в программу, в принципе, они все попали, это все районы абсолютно. Вторая итерация, почему мы там нацелились на минимум 2200-2300 домовладений, потому что там за предыдущие года, в рамках газификации, было в самых лучших годах 600 домовладений, 600-650. Самый лучший показатель было доведение газовой инфраструктуры до домовладения. На сегодняшний день мы там все поставили амбициозную цель сделать там хотя бы в 2-3 раза больше, как минимум, и эти показатели тоже перевыполнили. Сегодня у нас там 3500 принятых заявлений от граждан на догазификацию, и уже доведение газовой инфраструктуры до границы, это 2800 домовладений, то есть от лучших показателей там прошлых лет, там кратно мы этот показатель увеличили, и здесь, наверное, уже там больше сработала такая протоптанная дорога, когда мы там уже к концу прошлого года уже все основные проблемы сняли, уже понимали, как это все делать, и более там четкий отзыв был от населения, они активнее пошли подавать заявки, у нас уже комом это все, так сказать, нарастало, на сегодняшний день вылилось то, что мы перевыполнили эти поставленные перед нами планы и задачи. Цифры довольно высокие. 2800 дворов встретили отопительный сезон в новых комфортных условиях, но выступающие на совещании отметили, что это лишь небольшая часть частных владений, требующих проведения газа. Депутат Народного собрания Исмаил Качеев предложил провести дополнительную работу по информированию населения о порядке проведения газопровода к участкам. Первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Иркенов еще раз озвучил права жителей по догазификации и условия подачи заявления. Если просто, без формализма сказать, если в вашем населенном пункте есть газ, у кого-нибудь без разницы, вы уже подпадаете под программу социальной догазификации. Все, что нужно, прийти в «Газпром», можно в «Единое окно», можно в «МФЦ». У нас люди по старинке в любом случае ходят в «Единое окно» в «Газпром». Нужно туда прийти с документами правоостанавливающие, это небольшой объем. Право собственности на дом, право собственности на земельный участок, паспорт. Снился еще небольшое количество документов. Даже если что-то забыли, можно донести, заявку у вас обязаны принять. Должны принять, мы на этом настаивали. Изначально сейчас такая работа, она именно в таком русле проводится. Пусть только у вас принимают заявку, «Газпром», соответственно, выезжает, делает обследование техническое, в течение месяца с вами должны заключить договор. В зависимости от того, какой протяженности газопровод вам нужно строить, а это от 30 метров до 700, до 800 и до километра бывает. В зависимости от этого строится срок. Сроки тоже можно уточнить на портале connectgas.ru. Есть эти данные, то есть если там 30 метров, то это 60 дней, если до 200 метров, то это 200 дней на газификацию отводится и так далее. То есть там абсолютно все четко и прозрачно. Месяц на заключении договора, в договоре прописываются сроки, когда будет завершена работа, то есть это срок, когда газовая инфраструктура будет доведена до дома. К этому моменту нужно, чтобы заявитель гражданин у себя в доме уже там проект сделал, внутрянку, котел был готов, там на стенке висел, чтобы было к чему подключить этот газ. Ну, соответственно, дальше идут весьма простые, но очень важные процедуры. Это технодзор, пуск газа и, в первую очередь, конечно, это безопасность, вытяжка, вентиляция и так далее. Без этого никуда. Газ – вещь опасная. В принципе, если есть газ в населенном пункте, вы автоматом подпадаете под газификацию. По предварительному подсчету, в 79 населенных пунктах Карачаева-Черкесии необходимо обеспечить голубым топливом около 20 тысяч домовладений. Но не все жильцы торопятся подавать заявление. Как было озвучено представителями муниципалитетов, не все знают, что согласно указу президента страны Владимира Путина, подведение газа жителям регионов осуществляется бесплатно и необходимо дополнительно усилить информационную кампанию. Восьмое 2021 года было поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о том, чтобы доведение газовой инфраструктуры было без привлечения средств граждан. Это принципиальная разница. Раньше «Газпром» строил только между населенными пунктами трубов, а внутри уже это была совсем другая история. На сегодняшний момент полностью и межпоселковые, и по улице, и газопроводотвод, и весь комплекс до границы земельного участка, ну фактически до забора, это делается «Газпромом». И в этом принципиально важно, потому что все делается в одних рук, и это опять-таки повторюсь, без привлечения денежных средств граждан. Даже если это там 600 метров или полкилометра строить, это все бесплатно. Напомним, что сначала программа догазификации была краткосрочной. Теперь сроки ограничения сняты, и работа будет продолжаться несколько лет. В 2023 год он будет не менее сложным. Программу социальной догазификации признали бессрочной, хотя изначально она была рассчитана на два года. На текущий момент она себя зарекомендовала как очень положительный опыт населения, ее решили продлить. Соответственно, у нас сейчас действует программа газификации, да, там, где межпоселковые строятся. Ну, оценочно у нас еще, если мы сейчас говорим про 5600 домовладений, которые вышли в программу, то в течение там ближайших даже не года, а мы перспективу смотрим минимум пятилетнюю, потому что так легче планировать объем работ. Там порядка 20 тысяч еще домовладений, которые предстоит проработать. Однозначно у населения много вопросов, вплоть до того, где и как приобрести необходимые приборы. Рустам Борисович пояснил, куда и к кому можно обращаться для получения ответа на свой вопрос. Непосредственно на наш сайт, на Минпром. У нас в соцсетях мы представлены везде, и на сегодняшний день в программе социальной газификации, особенно обратной связи от населения, уделяется очень пристальное внимание. Я об этом вот на совещании говорил, что у нас на сегодняшний день ни просроченных, ни отработанных заявок нет. То есть все, что падает. Хочу назвать их жалобы, да, информация, которая падает именно из портала, и с сайта главы, и с администрации, и с Минпрома. Это все отрабатывается. Для ускорения подведения газопровода не следует откладывать подачу заявления в долгий ящик. Именно от этого зависит время подведения голубого топлива, а значит и улучшение качества жизни. Когда в этом танце Кавказа плывет нежный стан горянки, душа замирает и сразу заводится ритм жаркий. На знаме луна и солнце, мы к небу поднимем руки, и сердце быстрее запьется под барабана звуки. Так танцуй же ты со мною, в танце чувств своих не скрою. Ты добавила искринку В танце пламенной лесгинки. Так танцуй же ты со мною, Солнце сменится луною. Не давай, брат мой, слабинку В танце пламенной лесгинки. В танце пламенной лесгинки. И пусть в этом танцы Кавказа, А не в сражении войнов, Блеснет острия кинжала, И руки в полете вольна. А танец наш полон жизни, Он лучший на свете без пора, Земля и небо едины. В танце крылатых танцоров. Так танцуй же ты со мною, В танце чувств своих не скрою. Ты добавила искринку В танце пламенной лесгинки. Так танцуй же ты со мною, Солнце сменится луною. Не давай, брат мой, слабинку В танце пламенной лесгинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Когда в этом танце Кавказа плывет нежный стан горянки Душа замирает и сразу заводится ритм жаркий Над нами луна и солнце, мы к небу поднимем руки И сердце быстрее забьется под барабана звуки Так танцуй же ты со мною В танце чувств своих не скрою Ты добавила искринку В танце пламенной лесгинки Так танцуй же ты со мною Солнце сменится луною Не давай, брат мой, славинку В танце пламенной лесгинки Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня пятница, 13 января. Программа бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Демография» продлена на 2023 год. Благодаря проекту «Демография» россияне бесплатно смогут пройти профессиональную подготовку или переподготовку, повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование. В Корчаве-Черкесии по этой программе в 2022 году прошли обучение около 300 человек. Жители региона в новом году смогут пройти переобучение, так как нацпроект «Демография» продлили на весь 2023 год, сообщает заместитель директора Центра занятости населения по Черкесску Вера Плаксина. Проект является полностью бесплатным, добавила она. В настоящем 2023 году также граждане до 35 лет отдельных категорий могут пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и национального проекта «Демография» по востребованным профессиям. Обучение проводится бесплатно и в дистанционном режиме. Стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования смогут несколько категорий граждан. Это граждане в возрасте 50 лет и старше, то есть граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет. То есть эти две категории, они относятся именно к работающему населению. А также граждане, которые не состоят в трудовых отношениях, это молодежь до 35 лет, которые после завершения обучения не являются занятыми в течение 4 месяцев и более, не имеют среднего профессионального или высшего образования и обучаются по основным программам профессионального обучения, завершают обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году. ну и работники, которые находятся под риском увольнения. Все эти категории могут также пройти обучение в текущем году. Работа ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в национальный проект «Демография». В общей сложности на средства нацпроекта пройдет обучение более 138 тысяч человек. В текущем году по этой программе будут обучать по более востребованным профессиям на рынке труда, заявила Вера Васильевна. В профессии перечень очень большой, там более 300 наименований и компетенций. Ознакомиться с ними можно на портале «Работа в России» или при посещении центра занятости. Для прохождения обучения необходимо просто заполнить заявление на портале «Работа России». Оно попадает в систему, и дальше уже наши специалисты связываются с гражданином, желающим обучиться, приглашают его в центр занятости для уточнения категории, формы обучения и специальности, и дальше уже направляются на обучение. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет единой цифровой платформы «Работа в России». По окончании обучения участникам будет выдан документ о квалификации соответствующей выбранной программе. «Работа в России» 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 Продолжаем программу «Республика». Одно из самых грозных социально значимых заболеваний современности – туберкулез. Ежегодно уносит в жизни сотен наших сограждан. Раньше высокий уровень заболеваемости в первую очередь туберкулезом связывался с тяжелыми условиями труда, неудовлетворительными бытовыми условиями и недоступностью к квалифицированной медицинской помощи, рассказывает Руфина Ковалева. В старину туберкулез называли чахоткой, сухотной болезнью, бугорчаткой и золотухой. Наиболее частыми органами, подверженными туберкулезу, являются бронхи легкие, реже кости, кожа, мочеполовая, нервная лимфатическая система, а также другие органы и системы. Инфекция может поражать не только людей, но и представителей животного мира. О статистике заболевания мы попросили рассказать пресс-секретаря Республиканского управления Роспотребнадзора Елену Покровскую. По данным Всемирной организации здравоохранения, около трети жителей нашей планеты инфицированы микобактериями туберкулеза. Ежегодно около 10 миллионов человек заболевают туберкулезом. Около 2 миллионов человек умирают от этой болезни. С учетом этих цифр, туберкулез является ведущей инфекционной причиной смерти в мире. Задача предупреждения заболевания приобрела особое значение в наши дни, так как распространение получили вирулентные штаммы возбудителей, которые устойчивы к основным противотуберкулезным препаратам. Рост заболеваемости туберкулезом в Карачаево-Черкесии не вызывает особой тревоги, но медицинские работники региона всегда на чеку, ведь один больной в год может заразить 15 здоровых людей. Показатель заболеваемости в нашей республике ниже общероссийского, но выше показателя по СКФО. Заболеваемость туберкулезом среди мужчин в два раза выше, чем среди женщин. Туберкулез – особо опасное заболевание, которое вызвано в микобактерии под названием палочка Коха. Самый высокий риск заразиться имеют люди, находящиеся в тесном контакте с больным активной формой туберкулеза. Ведущие пути передачи туберкулезной инфекции – это воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. Во внешней среде возбудители туберкулеза сохраняются длительное время. В высохших частицах мокроты, которым могут быть загрязнены различные предметы, они сохраняют жизнеспособность в течение нескольких месяцев, легко переносят низкие и высокие температуры высушивания. Возможен и пищевое подзаражение через продукты, в частности, при нарушении правил торговли, в условиях стихийных рынков, на улицах населенных пунктов, где продукты могут быть инфицированы воздушно-пылевым путем. Классические признаки легочного туберкулеза – это тяжелый, длительно непроходящий кашель, кровохарканье, боли в груди, общее недомогание, слабость, повышение температуры, потливость. Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулеза, являются раннее выявление больных, иммунизация детского населения, изоляция бактериовыделителей в специализированные противотуберкулезные стационары и их эффективное лечение, а также проведение противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах туберкулеза по месту жительства или работы больного. Раннее и своевременное выявление больных туберкулезом является необходимым условием для быстрого и полного их излечения, а также имеет решающее значение для предупреждения о распространении инфекции, так как больные с запущенным туберкулезом легких опасны в эпидемическом отношении. Основными формами раннего выявления туберкулеза являются туберкулинодиагностика у детей и флюорографическое обследование у взрослых. Туберкулинодиагностика проводится детям ежегодно в учебных заведениях и детской поликлинике по месту жительства. Интенсивность реакции на вакцину дает возможность своевременно распознать инфекцию и оценить состояние иммунитета. Специфический противотуберкулезный иммунитет достигается иммунизацией противотуберкулезными вакцинами, такие как БЦЖ и БЦЖМ. Новорожденного прививают в первые дни жизни в родильном доме, что обеспечивает иммунитет длительностью на 5-7 лет. Повторную прививку против туберкулеза проводят в 7 лет при наличии отрицательной пробы Монтун. Большое значение имеют массовые профилактические и флюорографические обследования населения. Каждый из нас обязан заботиться о своем здоровье и проходить это обследование не реже одного раза в год. А если он относится к группам населения с повышенным риском заражения, то чаще. Угромное значение в профилактике туберкулеза имеет введение здорового образа жизни, что позволяет укреплять организм естественным путем и не допускать сбоев в его иммунной системе. Правильный распорядок дня, нормированный режим труда, сбалансированность умственных и физических нагрузок в сочетании с отдыхом, регулярное своевременное здоровое питание с присутствием необходимого количества жиров, белков и водов – это основной задел для повышения уровня реактивности вашего иммунитета. Именно при таких условиях организм стрессоустойчив, нейтрален к агрессивному воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и создает барьер для проникновения палочки Коха. Статистика гласит, что больше чем от туберкулеза умирают люди только от СПИДа. На фоне ВИЧ-инфекции четверть больных, заражающихся палочкой Коха, умирают от туберкулеза. Около 95% всех случаев инфицирования наблюдается у жителей Африки и Азии. Во многих случаях туберкулез развивается у медработников противотуберкулезных учреждений. Как и в отношении других болезней, в отношении туберкулеза можно сказать, что преградой им может стать крепкий иммунитет. Будьте внимательны и бережны к своему здоровью. Каменная леди, ледяная сказка. Вместо сердца камень, место чувства маска. И что? Больно все равно. Одинокой кошкой, вольным диким зверем. Никогда не плачет, никому не верит. И что? Больно все равно. Одиночество – сволочь. Одиночество – скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Вижу, на мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество – мука. Ты на беде страсти укращаешь битву. Знаешь, что она хочет? Хочет покориться тебе. Проиграть в игре. Рвется она в клетку чувства и желания. Нагоело мерзнуть со стверджетами одной. Стань ее судьбой. Одиночество – сволочь. Одиночество – скука. Одиночество – скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество – мука. Одиночество – скука. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков. Сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер в юго-восточной 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 0,5. В горах местами плюс 5, плюс 10. Утром местами на дорогах гололедица. В горах Карачаево-Черкесии выше 2500 метров. В черкесске без осадка. Ветер юго-восточной 6,11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3. Утром на дорогах гололедица. На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаево-Черкесия. Республика подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации. Закрежиссер и оператор монтажа Мурат Аджеев. В студии работала Мадина Жужуева. Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего дня и до скорых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»